Привет! Здорово! Всем привет! Привет, привет! Здравствуйте! Кайф, супер! Ну что, встречайте прощальное выступление тренера с Лигой Смеха. Подожди, 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 подожди. А ты когда сидел в жюри, тебе платили? Конечно платили, Фима, давай потом. Стасик, давай, включай. Подожди, подожди, подожди. А сколько тебе платили? Да не могу я тебе вот так вот сказать при... При всех? При ТКЧ. Давай попозже, все, поехали, Стас. Подожди, подожди, подожди. Ну так сколько тебе платили? Пять тысяч долларов, да? То есть, то есть, пять тысяч долларов. Каждая игра, в сезоне 20 игр. Ты в этом году недополучишь сто тысяч долларов, да? Ну, получается так. Окей, начинаем. Подожди, подождите, 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 подождите. Подождите. Твою мать! Стасик, включай, поехали. Четыре сезона улыбался в этом кресле. Дважды чемпион, это каждому известно. Первая победа суперчистая была. Поделиться кубком, то молдавские дела. Я видел, как потеет потом кашевого лысина. В песнях Полякова я искал смысл безмысленно. Черкал тексты марка, правил, исправлял по марке. Каждый знает, Игорь в играх держит свою марку. Теперь дальше от скандалов. Скинул всю ответственность, но зато оставил мощную наследственность. Ласточкин как тренер прекращает свой полет. Лига смеха без меня начинает свой год. Лига смеха без него начинает свой год. А мог бы Лексус купить? Все, заткнись. Ну что, привет, марионетки, любимой марионетки Коломойского. И вам, Одесса, здрасте, тоже. Ну что ж, начинаем. Такая картина. Отец с сыном, проходя мимо витрины автосалона Порше, остановились, чтобы вздохнуть. Цацар. Ляля. Куколка. Батя, у меня аж горли пересохло, дай хлебнуть. Че, оборзел что ли? Тебе всего 16 лет, это рум-кола. Я только колу. Ну смотри мне. Не, ну ляля капитальная, ей-богу. А сколько она стоит? Ты же видишь, а ну скажи, че там за цена? Не скажу. Я тебе в прошлый раз назвал цену, у тебя ноги отнялись. Ну понятно, так кто ж был? Кто ж был синий Винстон, папа? Ну хоть первую цифру скажи, че ты? Три. Эх ты, уже немало. Так, че вы здесь третесь? Валите отсюда. Че вы нас выгоняете? Ничего себе. Может у нас тут встреча назначена? С кем? С посрачем? Встреча состоялась, да, батя, чтоб я вас тут не видел. Батя, а че ты ему ничего не ответил? Ничего, сынок, ничего. Мы ему ответим. Мы ему красиво ответим. Я тебе отвечаю. Я вот свое положение поправлю немножечко. Через пару лет денег заработаю. И клянусь, каждому, каждому из нас куплю по новой куртке и нас пустят в этот салон. Ты че, только колу оставил? Ты придурок. После следующего номера кто-то скажет, что он в угоду Владимиру Зеленскому, но мы ответим «Да». Итак, Петр Алексеевич Порошенко и его жена за пять минут до Нового года. Ну что, Петя? Ну что, давай, пять минут осталось. Давай, начинаем наш ежегодный предновогодний челлендж «Батя по всем каналам». Давай. И переключай. Которые вечистки. Щемить или топот с 2018 року ляже в архив украинской истории. Зараз в Украине такая ситуация, коли... А, в месте там... Так, подожди, это че было? А ну верни, верни, верни. Держи. Живи, дживы, листы заточили. Это че такое? Один плюс один. Да я понимаю, что это один плюс один. Почему его показывают? Ну он входит в оптимальный пакет Мегого. Я вообще тебя не об этом сп... Выключи. Да подожди, ну интересно же. Что тебе интересно? Ну идет, не идет там. Так, я сейчас сам это все вырублю. Алло, Грозь. Ты один плюс один смотришь? Что ж, значит, конечно. Это вообще законно? А? Что значит, кто бы говорил, Грося, ты че? Я вообще считаю, что артист не должен баллотироваться в президенты. Ой, давай ты мне про Рейгана позаливай. Ай. Че ты завелся? У нас в стране демократия. Хочет человек. Пусть идет. Ты еще скажи, что ты голосовать за него будешь. Я не маленький ребенок, да? Я в эти сказки не верю. Мне Гриценко нравится. Вот он... Шучу я. Сфоткаешь бюллетень свой. Опять? Опять. Сфоткаешь. Такая ситуация. В подъезде многоквартирного дома умерла консьержка. Если бы мы были молодой командой Лиги Смеха, мы бы сказали, что она увидела платежку за газ, а так просто тромб. Итак, встреча жильцов дома по этому вопросу. Так, ну че, все, да, собрались? Так, давайте сейчас быстренько решим этот вопрос. Я прошу прощения, но я сразу говорю, я на нее сбрасываться не буду. Я просто на прошлой неделе нес ворсистый ковер такой серый, вот, руки заняты, ключ не мог достать. Она все видела, дверь не открыла, я носом код набирал. Че за ковер? Ну в юзке скидка 30%, если больше 6 квадратов берешь. Слушай, а если надо два отреза по 4 и 3 метра, будет скидка? Так возьмите 1-7 метров, мы потом порежем. А мне нечем резать. У меня электронож. Так, отвлеклись, вернулись, вернулись, вы чего? Смотрите, да, да, отвлеклись. Да все, хватит хлопать, че, праздник, что ли? Этот, давайте, давайте как-то решим быстро этот вопрос, купим ей, как оно, в чем хоронят, и все, и разбежимся. Слушайте, мы на прошлой неделе купили ей массажное кресло, че мы постоянно должны на нее скидывать? Кто помнит, где коробка от этого кресла? Помните, большая такая. Точно, классная идея. Да, сейчас кресло в коробку, в магазин 14 дней еще не прошло, нам деньги вернут, не надо будет скидываться. Ну или так. Слушайте, оно вообще работает? Да, конечно, работает. О, класс. Че класс? Ну это ж не прикольно, ну зачем вы это, это ж человек все-таки какой... Оставь, 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 оставь! Шо за собрание? Умер кто? Короче, я пока деньги, которые на похороны сдали, не раздаю, понаблюдаем еще, да? Вы в коробке ее хотели? Я вообще не... Друзья, вот и закончилось мое тренерство в Лиге Смеха, но пришло время идти дальше, и поэтому дальше мы с командой Днепр идем в сезон Лиги Смеха. Спасибо. Кто-то может сказать, что мы сошли с ума, но когда мы слушали ткача? Песня. Мне было в кресле сидеть легко, я честно мыслил неглубоко, надменным делал лицо я, примерно где-то такое, и улыбался с хитрецой. Просто слишком просто, когда в креслом росты никакого роста, засиделся в звездах, а с Днепром все просто, никогда не поздно, ведь я здесь был создан. Аплодисменты 30 секунд время пошло, подождите, ребята, так, а вдруг, а вдруг кто-то сядет, а кто-то встанет. Тебе уже выключили микрофон, поэтому все. А можно сказать? Можешь. Подумайте, ребята, тогда у вас в команде будет два чемпиона. Да? Олечка, ребята уже все хорошо подумали, но надо их спотрекать. 30 секунд, пятерка тренеров, всего 7, а кто его знает? Последние секунды, последние вот и... А это интересная борьба. Ребята. Ну что? Ну, сейчас чуть-чуть порассуждаем. Юра. На самом деле, мы бы с удовольствием взяли Юру Ткача. В смысле? Но... Я думаю, самый справедливый вариант будет для сезона этой Лиги Смеха. Для этого сезона Лиги Смеха это Джокер. Джокер. Мы берем Джокера. Тренер... Как будто бы я буду с вами. Тренер Джокер. Уважаемые зрители, напоминаем, каждый раз тренерское кресло будет меняться, звезда будет меняться. Поздравляем Днепур, поздравляем Лену. Ваши аплодисменты. Еще одни дебютанты из города Харькова. Дикий молодняк. Но и они такие дикие. Всем привет, с вами обычные пацаны из Харькова. Да, и мы приехали, чтобы пройти в СИЗО, а вечером планируем проехаться по клубам. О, пацаны, наверное, без меня. Ты что, стесняешься? Пацаны, я никогда не стесняюсь. Я когда в баню иду, я же раздеваюсь. Так в баню все раздеваются. Не-не-не, я дома раздеваюсь и в баню иду. Самцы. Так, кого будем благодарить? А, ну мы хотим поблагодарить молодую и неопытную команду Днепур за то, что любезно разогрили зал перед нами. Пацаны, у вас все впереди, да? Вы молодцы. Кого еще? А еще мы благодарим квест-комнату «Что, где, когда» сети «Мышеловка» в Одессе в лице Александра Андросова и Шварцмана Бориса. Спасибо. Вперед, ребята. Давай. Чтоб вы не заскучали, мы вас раскачаем. А как? Вот так! А как? Вот так! На сцене «Дики молодец!» Эй, зал, никто не знал, когда билеты покупал. Кто дикий? Кто самый дикий? Дикий, 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 дикий. Эй, зал, никто не знал, кто разорвет сейчас фестиваль. А как? Это ж пустяк. Когда на сцене «Дики молодец!» Здоровооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Да, приехали в Одессу, чтобы... Что такое? Да потому что, правильно говорить, не Одесса, а Одесса. И не пойдем в море, а пойдем в туалет найдем. Да, походу, так мы с одесситками никак не замутим. Не знаю, секс — мое второе имя. А первое? Да, плохое. А третье? Обеспечен! Чего вы ржете? Вот сейчас два дрещей. Я сюда с девочкой приехал. Чего? Сестра же чисто физиологически, тоже девочка, да? Серьезно, сестра? Почему вы так не похожи? Ну, просто я внешностью пошла в маму, а Саша внешностью пошел нафиг. Пацаны, да какая сестра? Нам баба в команде не нужна. Да-да-да! Надо пойти и сказать, что пошла! Слышишь? А ты случайно не квас-то раз? Почему? Да потому шо иди! Броди! Отсюда! Не, пацаны, я послал. Короче, короче, Рус, есть стопудовый метод. Чтоб не нервничать, нужно представить собеседника голым. Точняк! А чё вы ржёте? Сами такими же недавно были. Да, были, но изменились, потому что за каждым крутым пацаном стоит девчонка, ради которой он поменялся. Дашуля, эта песня для тебя. Холодный ветер зождёт. Да кто орёт там, а? Кто орёт, а? Кто орёт? У меня там внучок спит. Внучок, ты спишь! Дедушка, шо вы врёте? У вас нет никакого внука. Да, я просто понтуюсь перед бабками, шоу у меня был секс. Кузьминична! Ой, на какой этаж вы отправили? На самый последний. Дедушка, не мешайте нам петь песню. Слушай, ты певец! Ещё раз вас тут услышу. По шапке получите. Да сколько ж можно? Каждый день, выходит, нам по шапке даёт. Да нам эти шапки уже складывать некуда. Короче, пацаны, поём дальше. Холодный ветер зождём усилился. Пацаны, смотрите, Дашка с каким-то парнем. Шо ты вышел такой крутой, смотришь на нас, очки тебе не жмут. Руслан, нам уже чуть-чуть поджимают. Эй, мне, не, всё, 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 не надо, стоп, не надо. Да кто петь орёт? Всё, не, не надо, не надо. Кто орёт? Кто орёт? Дедушка, не мешайте, меня Дашка бросила. А ты чиню не развесил? В жизни нужно быть как вша. Даже если ты маленький, невзрачный, все равно иди по головам. Точно, Дашка, я все понял. Никогда нельзя сдаваться. Вместе мы сильнее. Да. Не существует случая предопределения или судьбы, которые могли бы стать препятствием для трудности решения непреклонного духа. Сильная цитата. Вот это хорошее слово, умные, да. Смешарики. Серия про вертолеты. Копатыч. Дикий молодняк. Мы та еще стая. А что комбьет рядом с ними? Дикий молодняк, харьковчане, 30 секунд. Уважаемый член жюри, есть возможность. Думайте, пожалуйста, нет, пожалуйста. Наташа Могилевская встала. Если что, возьмите просто Наташу. Да, ну, ребята, да, пожалуйста, 30 секунд, время заканчивается, 30 секунд. Последние секунды, последние секунды. Где-то Сергей Анатольевич. А вот вам, а вот вам, а вот вам. И все. Поздравляем, забирайте. Ребят, поздравляем вас. На нашей фестивальной сцене команда «Фестиваль» ХПЗЯ «Бердянск». Начнем с экрана. Сегодня исполняется 27 лет кинофестивалю в Бердянске. И я представляю его профессиональную команду. Команду ХПЗЯ. Кто вы на фестивале? Я главный звукорежиссер кинофестиваля. Что вы делаете? Я нажимаю кнопки и играет музыка. И для меня это нормально. Еще хочу жениться. Кто вы на фестивале? Главный режиссер по визуальным эффектам. И что вы делаете? Ничего. Что вы делаете на кинофестивале? Я делаю зубы. Какие зубы? Бердянскую голливудскую улыбку. А кому-то из известных людей вы делали зубы? Анжела Штуля, которая играла медсестру в сериале «Много медсестер». Бердянский кинофестиваль расправляет паруса. Дунем в них все вместе. Ребятки, ну кому спасибо? Знаете, скажу честно, у меня лично машины нет. Но я даже знаю, что есть бердянский завод «Азмол», «Бритиш», «Петро Кемикалс», который является большим экспертом в сфере масел. И мы там честно думаем что-то сэкономить и тоже взять ласточку. Спасибо еще огромное магазину «Мишутка». «Мишутка» дружит с тобой с детства. Вот я сидел минут пять назад еще игрался. И у нас просто беспрецедентная благодарность. Мы хотим поблагодарить бердянские авиалинии. Бердянские авиалинии. Вы будущее, которое еще не наступило. Молодцы, ребят. Удачно. Вас приветствует команда кинофестиваль «ХПЗЯ». Сокращенно, 10-я премия «Золотая яхта». И у меня сразу хорошая новость. В Лос-Анджелесе прошла премия «Оскар-2019». А в Бердянске сломался календарь. И там до сих пор 92-й год. Поэтому вы сможете увидеть наш самый первый кинофестиваль 92-го года. Камон, незалежные! Железный занавес рухнул. И ветер свободы принес нам с запада Макдональдс, Пепси и Секс. Как говорится, Владимир Ильич соси кирпич. Я с огромным уважением приглашаю нашего мецената, директора центрального рынка Василия Андреевича. Яхта, парус в этом мире. Спасибо, Игорёк, спасибо, красиво сделал. Я, как говорится, Карпенко-Карых не кончал. Но людей кончал из-за меньше. Все вы в курсе, да, что я иду на выборы? Как говорила учительница английского языка, the выборы. Поэтому я для вашего этого киночемпионата снял не просто фильм. Ну что такое фильм? Я снял пропаганду. Пропаганду про меня. Наслаждайся, электорат. Денисов, ну ё-моё, ну что ты, сфотографируй. Давай, отвали. А-а-а-а, кабанюра, ну ты как здрасте, че, отзывай, взывай бабосики, бабосики в немереных количествах. Будь ты, прикинь, сколько келиков. Ак-карачок, понимаешь? Ножки в ушах. Да как книжка, хуй, и робилок. Давай, вальролет. Смотри, бухла немереная, могу выбить все и даже вот так пя-пя-пя-пя-пя-пя-пя. Давай, наведись, а. Друг, брат. Кум, сват, партнер. Хочешь природить свою жизнь и страну вот это все? Голосуй за социал-демократическую партию Украины Обьенова. Кравчук, Марчук, Анопенко, Медведчук, Сургис и я, Нукович. Что ты, Чуча, понял, что такое высокое искусство? Давай сюда мне эту статуэтку из ракушек, и я погнал. У меня там Нива с пеленгасом на солнце стоит. Понимаете, тут у нас небольшая накладочка, Андреич. У нас есть еще один участник. Интересно. Тоже хороший человек, директор трикотажной фабрики, Валерий Друля. Тоже наш пицценат. Ну ты, Игорек, переобуваешься фантастически. Я, между прочим, снял Патриотикал Муви. Что ты там жужжишь, Алкопрят? Я тебе говорю, я Патриотическое кино снял. Что тебя удивляет? Меня удивляет, откуда у Жуков голосовые связки? Не, надо обижать Жуков. А Жуков мне надо обижаться. Патриотикал Муви. Субтитры создавал DimaTorzok Патриотикал Муви. Ну ты, тюня, вообще крейзи. Ты, Мельбомена Бердянская, ты что из своего кино снял? Почему у тебя кровожадная русская армия атакует под флагом Словении? А где я сейчас в Украине русский флаг найду? Друзья, не надо грызться, не надо собачиться. 92-й год сложно, никто не отрицает. Но есть надежда, что где-то, в кривом роге, в седьмом классе учится мальчик. Который в будущем станет президентом Украины. Не-не-не-не-не-не, Игорек, это нереально. Вилкул уже пятый год, во второй класс перейти не может. Патриотикал Муви. Сергей Анатольевич продолжает, да? Да, пожалуйста. Пожалуйста, время заканчивается. В раздумьях членов жюри. Да? Последние секунды. Аплодисменты дебютантам. Спасибо большое, ребята. Еще одна опытная команда, которая не стесняется говорить о своем возрасте. Это понятно даже из названия этой команды. 30+. Классные ребята из города Жвитомир. Внимание на экран. Ну, короче, как вы поняли, мы доигрались в прошлом сезоне, и теперь нас выгнали из дома, и нема куда идти. Только в новый сезон. Ну, пацаки, у меня все, что осталось, вот. А одеяло, это моя мама нам на свадьбу подарила. Что? Я его и забрал. Я вообще свою машину оставил, только запаску забрал, и маленький рюкзак. Ну хорошо, а где мы будем жить? Ну, как где? Перекинтуемся у Баклана. Ну, я сказал Баклан. А, фестиваль? Да. Фестиваль – это моя тема. Станислав Владимирович, ну ты больше не можешь быть нашим тренером. Ой, на счастье, не могу. Пользуясь случаем, хочу сделать небольшую объяву. Отдам старую команду хорошие руки. Причина продажи? Ну, какая тут причина? Хочется команду посвежать. Ну что, свежачки, кого благодарим? Вадим. Мы, как всегда, дякуем нашим вирным друзьям. Анжеліка Лабунська, Любов Цимбалюк, Житомирский национальный агроэкологический університет. Дякуем торговой Марти Брага, место Бердичев. Вот за наши красивенькие вот такие вот костюмчики. Вов, и вам тоже вот хотим такие вот пиджачок подарить. Прекрасно. Так, что еще? Мы також хотим подякувать ПБФ Групп. Місто Киев, будьевельных компаний, багато. А мы перши. ПБФ Групп. Мы строим вот такие дома, что бабули не хотят потом переписывать квартиру на внуки. Ну и, конечно, дякуем кондитерской фабрице Житомирске Ласоще. Справжене Ласоще Житомирске Ласоще. Оскільки у нас с Лигою Смеха начинается такой конфетно-букетный период, то мы хотим вам презентовать этот эксклюзивный набор. Доброе. Дякую, хлопцы. Вперед. Все? Да. Да. Ну давайте порвите зал. Робота, дети, не закритый кредит. Женка постоянно в трубку. Дети, дети, берешь тить. Я в Одессе. Здравствуй, фестиваль. 30 плюс, 30 плюс. Кроме щенки я никого не боюсь. Всем привет! Перший номер присвячується усім тим, кому продавщица в магазине должна 5 копеек. В супермаркете це мріяв зробити кожен. Это тоже ваш? Ну так да. Что нельзя кинуть в эту разделительную планку? Я должна догадываться. Мужчина, вы что не бачите, что крекер соленый, а ценник наклеил, как заобычный? Короче, дайте мне... Это не сигаретная касса. И терминалом у меня не можно рассчитаться. Мне только за наличку 180 гривен из вас. Пакет давать. Не надо. У меня свой. В 30 лет мы точно знаем. Если человек говорит, что кидает курить, то она кидает курить свои. От следующего номера можно закурить в любом частном дворе. Кто-то там ходит. Кто-то там ходит. Кто-то там ходит. Кто-то там ходит. Что надо? Показания газовых счетчиков вас пока до... 30+. Когда ты женатый, ты уже винутый. У каждого человека точно была такая разговора в коридоре. Ты мне ничего не хочешь сказать? Ну и извини. Ты хоть знаешь, за что ты извиняешься? Вадик, для тебя изв... Вадик, для тебя извини, понимаешь? Ты ничего не замечаешь? Ты что, покрасилась? Малий в тебе деньги краде! Как я в тебя что-то возьму, то ты мне будешь целую жизнь упрекать, что ты меня с прицепом взял? Який прицеп? Денис наш сын. Причем тут Денис? Нам, батя мой, на свадьбу подарил Ижовский прицеп. Значит так. Ты хочешь? Ленка пришла себе сделала брови. Анька пришла себе сделала губы. Я завтра себе иду делать грудь. Ты... Ты так красива. Вадим, я вчера зайшла в историю браузера. Что тебе не хватает? Ты мне скажи, пожалуйста. Это реклама выпрыгла. Реклама. Короче, ты как хочешь. Ты как хочешь. А я завтра с девочками иду на дискотеку восьмидесятых. Это из-за этого цей концерт был. Мне надо тысяча гривен. Ну возьми в пальто в потайном кармане. Я нечайно вытирала пыль. И нашла там восемьсот пятьдесят. Денис! А я сказала, он берет деньги. Денис! Я сказала, тебе... Лига смеху. Святкует пять роков. Так сказать, юбилей. А только для нашей команды 30+. Юбилей. Это не пустий звук. Знову всех нас зібрала зима. Приезжают в Одессу друзья. Они друзья. Они друзья. Ну а мы в тридцать плюс. Кумов я. Пятый сезон Одесса фестиваль. Лигу смеху привітай. Руки выше. Піднимай подарунки получай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ну что, 30 секунд, Станислав Владимирович, возьмите, да, возьмите, вам надо. Все, Стаси, а-а-а, на весьма человеку, слава, да, во все уходит на твои колготки. 30 секунд, два тренера встали, последние секунды, хлопчик, еще и кто-то может встать. Да, думайте, 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 так, последние секунды. Итак, два претендента. Олечка, спасибо, но нам за Витальку просто дитин и простяк, поймите правильно. Вибачайте. Гаря! Так, и вновь зарубежная команда из Армении. Мультиармяне, внимание на экран. Здравствуйте, мы команда мультиармяне из Еревана, что в Армении. И сразу хотим заявить, на какие темы мы не будем шутить. Итак, выбрасываем стереотипы. Красные макосины. Нет красных макосин. Такси. Шашлык. Я все. А у тебя что? Книга. А в книге что стереотипного? Гоголь. Нос. Молодец. Владимир Джон, дорогие телезрители, наша цель приезда на Лигу Смеха не только в том, чтобы пробиться в сезон, но и чтобы вас научить армянскому. Давайте начнем, ладно? С простых фраз. Например. Цаваттанэм. Цаваттанэм. Да, очень круто. А теперь скажите. Еско классик цаваттанэм. Я ничего плохого не говорю. Не, не, не. Еско классик цаваттанэм. Я же говорил, что он латентный армянин. Кого-то будем благодарить? Так вы уже поблагодарили. Да, за бесценную помощь основателя и учредителя мультигрупп концерна Гагика Царукьяна. Еще хотелось бы поблагодарить наших украинских друзей. Лагерю Экстрим Центр Карабень. Спасибо вам огромное. Еще за одежду, за одежду. Благодарим бренду Лайт Афетт. Готовы? Благодарим бренду Лайт Афетт. Дорогие друзья, нам очень сложно играть на русском языке. Зато с украинской мовой у нас нет проблем. Мы сейчас покажем вам, что украинские слова могут литись с дам. Дверь и ручка. Арбуз-качка. Дорога-барасолка. Чуанна-кувы-пачка. Удья, акция, электростанция. Импровизация, цифалификация. Евроинтеграция, сублимация. Ратификация, инаугурация. Эмси Шевченко. Эмси Шевченко. Он прекрасно танцует. Так сказать, Дорофеева, но без корсета. Еще наш гор принимает заказы на постановку армянских свадебных танцев. Итак, представьте, небольшая армянская свадьба. Это человек на пятьсот. Выходите и начинайте. Ча-ча раз, ча-ча два, ча-ча три. И после трех литров домашней чачи вы будете танцевать как угодно. И в конце шикарный шпагат. И это только танец в игрови. Какие пластичные ноги. Не только ноги, но и рот. Докажи. Вот такое лицо у Дмитрия Соловева, когда в Украине за день ничего не происходит. Ребят, договорились, не шутись про политику. Я не понимаю, почему нами командует этот пробник армянина. Что ты сказал? Пробник армянина сказал. Раз, 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 раз. Так, слушай сюда. Официальное лицо украинского коньяка. Почему? Какой коньяк, такое лицо. Официальное лицо украинского коньяка. Минуточка, минуточка, минуточка. Минуточку. Давайте уже продолжим. Сразу перенесемся в армянскую семью. Мам, мам, а меня айс принес? Нет. А может, меня нашли в капусте? Нет, сынок. А тогда откуда я? Тебя создал бог. Спасибо, дорогая, спасибо. В зоомагазине очень умная собака. Очень хочет, чтобы ее купили. Алло, привет, любимая. Зашел в зоомагазин. Хочу купить тебе щеночка. А, ты не хочешь? Слушай, давай тогда купим тебе котенка. А, у тебя же аллергия. Любимая, давай тогда купим тебе птичку-канарейку, а? Что значит что-нибудь веселое? Давай купим веселую-канарейку. Короче, ты заколебал. Я уже готов купить тебе коня. Самовца. Ты вся в своем мать. Короче, я покупаю тебе билет на концерт Олега Винника. Нино, мне не все равно. У нас в Армении есть такая традиция, когда родители договариваются о женитьбе еще не родившихся детей. Итак, прошло 20 лет, и жених с невестой в первый раз должны встретиться. Да как можно было меня женить еще до моего рождения? Бабушка! Да, Тигран, что случилось? Бабуль, я здесь волнуюсь, ты танцуешь. Не надо волноваться, баляюсь. Это дело чести. Вот она уже идет. Его по морде пили чайника. Его по руке пили. Бабуль, мне страшно. А вдруг она мне не понравится? Страшно будет, если она тебе понравится. Привет, Тигран. Любаша. Я тебя такой и представлял. Правда? Да, я пессимист. Стой, куда ты? И я, солдаты, чтобы... Не дождалась ты меня, Любаша. Спасибо. Все, я весь твой. Бабуль. Тигран, не надо ничего делать. Произошла ошибка. Это не твоя невеста. Слава богу. А ее сестра близнец. Светет. Итак, дорогие друзья. Простите. Будь здоров. Спасибо. Счастья тебе, успехов. Спасибо. Желаю долгих лет жизни тебе, твоей семье. Аминалява дуэс. Аминалява дуэс. Раб божий овэт. Готов ли ты? Стоп. Вы представляете, что творится в Армении во время эпидемии гриппа? Аминалява дуэс. Аминалява дуэс. Спасибо. С вами были «Мультиармяне». Увидимся везде. Дебютанты нашего бессималия «Лиги смеха». Ребята из Еревана «Мультиармяне». Уважаемые члены жюри, если есть желание, у нас есть 30 секунд. Пожалуйста, время пошло. Молись. Так, время идёт, время идёт, время идёт, время идёт, время идёт. Последние секунды, последние секунды. Три, четыре, пять. Ребята, вы в режиме ожидания до финала всех выступлений. Желаем вам удачи. Спасибо. 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 Спасибо, ребятки, спасибо. О составе следующей команды из Днепра говорит само за себя название. Колян Игорян Днепр. Внимание на экран. Всем привет, я Колян. Я Игорян. Вы, наверное, думаете, что это за коллаборация богатства и красоты. Ну да, такие мы. Мы же те люди, которые всегда ездят в СВ. Там просто удобнее всего от проводников прятаться. Дверьку закрыл и всё. Всё. Коль, нас снова вызывают спасательные операции. Опять еда. Опять еда пропала, нужно найти и ликвидировать. Говорят, лучше нас в этом деле нет. Ладно, выручим. Заводи велосипед. Я тогда скажу, чтобы картошку на солнце поставили и подогрели. Ну понятно, я холодную не спасал. Да, вы там нормально нас сняли? Потому что, как вы поняли, мы цену о себе знаем. Если там какая-то некачественная картинка, мы просто не выйдем. Коль, я уже вижу, это не профессионал. Ну ладно, всё равно завтра на Дискавери, будем надеяться. Что, земляки, кого будем благодарить? А, вот вы меня спрашиваете, откуда у меня такой проборчик? Где сделали? Лучший барбершов в городе Днепр. Мистер Барбер на Воскресенской. Где отдохнуть, я вам отвечу. Первая украинская сеть, антикафе-место. Там и в фифу поиграть, и поесть, и чашечку кофе выпить. Главное, можно с собой принести. А где покушать в Одессе? Мангал, мидхаус, на Аркадии. Всё. Неплохо. И благодарим Днепровскую Лигу Смеха и программу «Культурная столица». Удачи, ребята. Вперёд. Привет, Одесса! Сейчас очень модно снимать фильмы про истории реальных людей. И вот за нами целый год гонялся канал BBC. Что-то там на крысу снимали, где-то взяли фотографии с детства. В общем, что из этого получилось? Давайте посмотрим. Внимание на экран. Чётко сейчас сказал, красиво. 24 года назад в роддоме номер 5 отключилась электроэнергия. И на свет фонарика появился Колян. Он жил в семье простых рабочих. А на ночь его забирали родные родители. Во дворе Коляна часто били, потому что телосложением он был похож на грушу. Судный день был 26 марта на дискотеке. Во время медленного танца с Коляном отказалась целоваться самая некрасивая девочка школы. Просто танец был слишком медленным, и она разглядела лицо Коляна и убежала. И в этот тяжелый момент появился Игорян. И поддержал Коляна. Ничего, Колян, как сказал Ницше, даже у самых высоких заборов есть вход через калитку. Да, Игорян часто путал цитаты писателей и районных алкашей. Вот так они стали друзьями и всё делали вместе. Даже откосили от армии. Если у Коляна была врождённая плоскостопие, то Игорян, он просто всю ночь стирал наждачкой стопу. А в свою очередь, Игорян присутствовал на всех самых важных событиях Коляна. Пенальти в Тифе на 90 минуте, покупка кроссовок на VLX, голос за Тимошенко. Помимо того, что мы настоящие друзья, мы ещё первая команда Лиги Смеха, где играют два человека. Подожди, а что тут необычного? Так многие выступают. Точнее, не дал договорить. Мы первая команда Лиги Смеха, где играют два человека, и у обоих увеличена щитовидка. Солидно. Подготовились. А если у кого-то есть вопросы, а смогут ли два человека играть в Лигу Смеха, а ничего, что тут как бы и актёрочка, Коль, покажи пьяного. Оу. Ну, это больше похоже на человека в поезде. Ну, давай я сейчас в вагоне стоп-кран нажму, то есть и пантомия. И оборосить. Ну, а по внешнему виду вообще вопросов быть не может. Вы сейчас сидите и думаете, блин, я и одного Ален Де Лолна не видел, а тут сразу два стоит. Колян и Горян, начинаем. Вор похитил ребёнка, но на переговорах что-то пошло не так. Сейчас мы узнаем, сколько за тебя дадут родители. Звоните маме, только не звоните отчиму. Закрой рот. 200 тысяч, или вы больше никогда не увидите своего ребёнка. Ха, ты его видел, там 2 500 красная цена, ты чего? Нет, ты не понял, у меня твой сын. Нет, а ты не понял, как говорит, там мой сын сейчас где-то под джетомером гуляет. Это так, как говорится, чудеса случаются. Людкин прицеп. Ну, вам его что, совсем не жалко, он же такой маленький, у него ещё всё впереди. Ой, это сейчас выборы начнутся, непонятно, что нас всех ждёт, что он впереди. Может, это и лучше, что он у тебя перекантуется. Алло, с кем ты живёшь? Я так и думал, да, передумали. Людка, праздник, сдыхались наконец-то. Это я. А, сори, извините. Вы знаете, очень классно встретить старого одноклассника, особенно если у тебя всё хорошо, а он нищеброд. Саня, черешня, дэквондо, не узнал? Не узнал, здравствуй. Ты чего? Ну мы сейчас с тобой случайно стреляли в Кирине туда, нам потом ещё игрушку никто не мог выдать. Подожди, Лёха. Лёха. Сильванов. Сильванов. Ёвторис, ты не ожидал тебя увидеть, а тебя когда на масленицу с чучелом перепутали и подожгли, я ж думал, ты не выжил. А я здесь. Ну ладно, Чудик, рассказывай, что ты вообще? Да ну я как, по мелочи. Свой монетный двор. Красиво. А ты? Да что, моя меня прессует, что я на фрилансе работаю. Работаешь удалённо? Да, работаю удалённо от денег, ну. Там, в общем, чики-пики, разберёмся, я так считаю. А что вообще пришёл, помочь чему-нибудь? Да, что ж пришёл, я пришёл, сказал, что это отдел по борьбе с коррупцией, клоун, всё. Я девятерых посадил, десятый больше, всё, доигрался, всё-всё-всё. Брю. Да я ж 10 лет на встрече одноклассников не был, вот и наврал за все годы. Ага. Я говорил, у меня монетный двор, да я жду 2 часа, пока с огурца сок стечёт, чтоб вкуснее было, Лёш. Родственная душа. Нет, ты, слушай, ты доигрался, всё, я заживу теперь нормально, а ты будешь жить, как я. Наконец-то перестану во дворе ловить собак, похожих друг на друга, чтоб потом продать их, как целую семью. Лёш, ну давай договоримся, 50% имущества на тебя перепишу и разойдёмся. 90-е или тюрьма? Вот ты ж жук. Всё, так ты ж, Сань, ты подписался, Сань, же ты лох конкретный, ты чё? Это пранк, прикол, там же, мы ж тебя все школы пришли поздравить, там все наши, ты чё? Там трудовик стоит с деревянным калашом, наконец-то пригодился человеку. Там просто такой, я тебе говорю. Ха, ну вы дураки, конечно. А там есть Нинка, деденка, которую мы назвали дельфин, потому что она вся какая-то мокрая, пошкорябанная. Ну и что, сначала её нос заходит в комнату, а потом всё тело. Да, супруга моя. Так ты женился. Ну я ж нормальный парень. А не всё, другим ничего. Ну да нет. Повезло. И что хотелось бы сказать в конце. Я с Игорем больше играть не собираюсь. Это какой-то позор, это просто огоньба стоит на сцене. Это я с тобой не буду играть, ты Медуза. То есть вспоминай, в начале Пантомима, актёрочка, сейчас драматургия. Но если этого мало, ребят, я не знаю, что мы здесь все сидим, серьёзно. Колян и Горян, спасибо. Колян и Горян, вот такой интересный формат, уважаемые члены жюри. Время пошло. Зритель поддержим, Гнебр. Вот, хорошо. Анатолий, что-то рассуждает. Анатолий, что-то не все сразу понимали. Ни актёрочку не оценили. Ребят, мы вам очень благодарны. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Ещё один интересный формат на нашем пятом юбилейном фестивале, который как минимум связывает поколения. Итак, команда Фазерс, Полтава. Внимание на экран. Команда Фазерс, мы бабки, которые приехали на фестиваль с детьми. А с детьми очень тяжело. Втром встал, в школу завез. На работу поехал. В работы вернулся, в школу забрал, конечно же. Потом в секцию поехали, в секцию забрал. Приехали и делаем домашнее завдание. Три часа ночи лягаю спать. В шесть втром встаю. Это капец. У меня тупо та же фигня. Серьёзно. Я со своим то в ЖТА уровень ему пройти, то в ФИФА у него не могу выиграть. Назик, что случилось? Ты заболел? Денис, пошли, он кашляет. Как дела? Нормально. Красавчик. Кого будем благодарить? Дякуем нашему хорошему другу Александру Володимировичу Ващенко. Дядя Саша. Дякуем за бабло. Красавец. Всё, вперёд, ребята, поддержите. Всем привет на сцене Фазерс. Друзья, Женки заборонили нам выступать в Лизе Смеху. Но как хорошо, что они разрешили нам свозить детей на море. Пап, а где море? Летом, малой, летом привет фестиваль! Ну что ж, друзья, тут всё понятно. С детьми неделю без забот. Юбки мамкиной не будет. С нами всё наоборот. Пока мы дети, но с нами бати. И решили мы не сами. Мужиками, чтоб мы стали. Мы приехали с отцами! Ну и что, что они хорошо спевают? Зато мы у них в поезде в дурака выиграли. Раз было, ходишь в Расказерси. Ну да. В жизни каждого человека самый сложный момент это когда нужно поговорить с сыном на отвертые темы. Сынок, сынок, иди сюда. Знаешь, ты уже стал взрослый пацан и пришло на время с тобой побалакать про секс. Значит, вчера у нас с мамкой был офигенный секс. Мы, значит, потом покорили, потом занялись еще раз, потом попил апельсиновый сок, потом еще раз в кухне, потом в душе и спать. Фух, вот и побалакал. А то я так нервничал, переживал. Ты молодец! Часто дорослые жалуются на свои проблемы. Хотя совсем не помечают, что у нас детей також есть свои проблемы. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Та я для того туда хожу, чтобы в университет на бесплатное поступить, чтобы ты за меня бабло не платив. Та ну цей, такая же... Такая же. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Думаешь, мне нравится, ты в школу ходить. Та я еще для того туда хожу, чтобы с тобой дома не залишаться, чтобы ты на работу ходил и деньги зароблял, чтобы ты мог себе пиваска под футбольчика купить. Чего ты слышишь и дивился на меня, как баранец в эти ворота? Деня, вообще-то ты этажом выше живешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Та я знаю. Просто выговориться хотим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Па, с вами реально круто выступать! Воно-то, конечно, круто, детвора, но на этом Лига Смеха для нас заканчивается. Чего? Разумеешь, Денис, просто вы неповнолетние, и мы с вами дальше не можем идти. Все понятно. Оставьте меня несколько секунд. Шановні дорослі, зараз на фестивалі така ситуація, що в кожного з нас є три шляхи. Первый шлях. Жить, как живешь, ходить в школу, смотреть мультики, топ-топливти за течею. И это нормально. Другий шлях. Збирать речи, їхати на розсмешек комика, виграти там 10 тысяч, закінчити. И это тоже нормально. Але есть еще и третий шлях. Спробовать самому еще изменить в Лизе Смеху. И сейчас мы вам дещо пообещаемо и сразу выполним. Дорогие дорослі, мы вам обицаемо пойти в Лигу Смеху. Обицаемо и сразу выполним. Мы идемо в Лигу Смеху. Деня, ця фишка працює, тільки за 5 минут до Нового року. Да ну блин. Я в це время вже сплю. С вами была команда Фазерс. Дякуємо. Команда Фазерс. Молодцы, ребята. 30 секунд, уважаемый член жюри. Прекратите там что-то записывать. Мы уже вас раскусили. Это все фантомима. Вы талантливые актеры. Если понравилась команда, пожалуйста. Хороший, ребят. Гарик, ты бы четвертый раз стал. Надо было взять одного члена жюри. Он бы взял 14 команд, и мы бы не парились. Хорошо, ребятки. 30 секунд. Время идет. Последние секунды... Вот. В раздумьях. Они сегодня очень задумчивые. Спасибо вам большое, ребят. Молодцы. Ну, идем дальше. Вот в прошлом сезоне команда, которая сейчас появится, через пару секунд буквально на этой сцене. Благодаря своему тренеру она летала, можно сказать. Но, вот, собственно говоря, в этом году она вернулась своим изначальным функциям. Итак, команда пошло-поехало. Николаев-Тернопиль. Внимание на экран. После прошлого сезона пришла популярность. Флот прошел прям по-царски. Наконец-то перестали прогонять с вокзалов. Все приходят, просят сфоткаться, заказы посыпались тоннами, свадьбы, корпоративы. Кстати, на свадьбах собираем на мальчика, на девочку и на реабилитацию. Шиш, Юрец. Ну, а если год такой царский, зачем в сезон? Да мне какая разница? Дома сидеть или на сцене сидеть? Тоже правда. Смотри, Вов, в преддверии выборов у всех кандидатов в президенты, когда они узнали, что ты идешь, знатно подгорает. Так вот, с подсолнечным маслом лагрима ни у кого ничего подгорать не будет. Лучшее масло в Украине. Все, ребят, ну поехали. И пошли, поехали. Ну что, привет, автокефальные! У нас многие спрашивают, почему мы решили участвовать в новом сезоне Лиги Смеха. Ну, посудите сами, что это за мероприятие, организованное кандидатом в президенты, на котором нету человека с ограниченными возможностями? Кстати, Юрец, а ты определился, за кого будешь голосовать? Конечно, за своих. А за своих это за кого? За юмориста или за колясочницу, братан? И вообще, Юр, ну яка Лига Смеха? Ты понимаешь, что ты в Лиге Смеха, как алкаш, який упал. В смысле? Ну, все ржут, снимают на камере, всем интересно, встаны, че нет. Так, все, Андрюша, молодец. Выступай с такими шутками сам дальше. Андрей, Андрей, отпусти меня. Андрей, отпусти меня. Андрей, отыграй, Андрей, подыграй. Андрей, забери зажигалку, от ноги я в натуре ничего не чувствую. Да ты задолбал. Я уже 4 года на коляске, а у тебя шутки все те же. 4 года? Так ты же получаешься бакалавр. Кстати, а у вас там какие-то надбавки есть там за выслугу лет, за стаж? Нет, но мне пенсию повысили на 15 гривен. 15 гривен? Так в процессе надо спеть, а ну давай. Пенсию юрцу подняли ровно на пятнаху. Эта власть так намекает. Ехай! Ехай! Тихо! В Прагу, в Прагу, там и соцвыплаты, и бандусы, там все дела. Андрей, для кого ты только что спел эту песню? Не, нормально. Я вообще для тебя стараюсь. Кому надо, а то и почу. Ладно, ладно, все, ребятушки, давайте поступим, как безответственная мать. Мы, значит, забудем про коляску и залипнем в Инстаграм. И так, как бы Инстаграм появился на несколько столетий ранее. Да, веселенько, я так днюшку свою праздную. Как бы поздравил кто. Куда же, отсюда. КОНЕЦ Друзья, всем здорово. Вот столько бабок мы подняли со своей командой на набегах на Русь только за неделю. Хочешь так же, свайпай вверх и присоединяйся к нам. Начинай зарабатывать прямо сейчас. Андрей, зачем ты меня так выкатываешь? Да, братан, я вспомнил, что вперед ногами нельзя. Тоже правда. Шановные панеты пановы. Команда пошло-поехало, готова, и ты в сезон. В смысле идти? Ты что, собака, в сезон собрался без меня? И ты, и ихаты. Пошло-поехало. Спасибо. Очень круто. Молодцы. Ну и, собственно говоря, вот результат вашего выступления. Решай. У вас будет пошло-поехало-почапало или пошло-поехало и подскакало? Пошлепало. Выяснилось? Ну, давайте будем честными. В нашей команде уже есть человек с пенсионным. Красавцы. Оля. Оля Блекова. Пошло-поехало-пошлепало. Прекрасное название. Прекрасная команда. Поздравляем. Молодцы. Поздравляем, ребята. Спасибо. Вы в сезоне. Молодцы. Перекомендую к следующей команде. Ну, колориты в следующей команде не занимать. Еще одни дебютанты представляют Винницкую область. Команда моя провинция. Доброе здоровье. Мы приехали из Винницкой области. Такого обычного села. В смысле обычного? Я тебе еще раз скажу. Дом культури не только у нас. Короче, мы пройшли в телевизор. Довольны. И что, матюков вообще нельзя? И что, даже... Слушай, Василь, пейте, трошки сценарий перепиши. Трошки? Ну, прям конкретно. Мы так быстренько подякуем. Бежим, они ждут нас. Дивите, значит, мы дякуем. Киевский и Винницкий региональный лезть смеху. Раз. Потім мы дякуем нашему другу, великому, Людмиле Станиславенко. А еще мы дякуем начальнику Одесского порта, Ткачуку Игорю. Все? Все. Побежали. Побегли. Побегли. Давайте, хлопчики. Побегли. Ну что, добрая вечера, Одесса. Поговите трохи, чтобы все начали. Ну, давайте знакомиться. Это Владислав. Он такой, знаете, ну, как это правильно сказать? О, додик. О, додик. Он хотел, чтобы на него одна бабка в селе хату переписала. Ухаживав за нею, ухаживав. А потом взял и влюбился. Влюбился. Хорошо. Это Анастасия. Ну, такая обычная девушка с села, знаете, ничем не примечательная. Что? Вообще-то теперь я секс-символ Лиги Смеха. Не ты. А кто? А Оля Балякова. Ребята, секс-символ это той, у кого больше секса. А вы походите по селу, попитайте. В Петра, в Миколи. В сель-раду зайдите. Мы еще Василя с тобой взяли. Василь, не сюда. Василь, Василь. Знаете, как в команду обычно берут там танцоров или спеверов, а этот ноль. Чекайте, вы сделали кастинг, я его выиграл. Да, но если бы Гусак мог хотя бы нормально поклониться, то может же... А так? Ну что, мы уже покажем что-то, я знаю. Слушай, ну, ты хоть и додик, но идеи у тебя класснее. Молодец, молодец, ты как хорошая. Короче, сейчас такая будет ситуация. Зомбе, апокалипсис по-сельскому. Что, мужики, были в Польщі на клубнице? А еще поедете? О, Василь, я слышу новость. В тебе сын скоро женится. Ха-ха-ха-ха. Все это, как кабина, конечно, крепкая. В твоей маме не такая. Ну, что скажешь? Голова уже не болит. Можешь раздеваться. Так бы и сразу. Стирати вона не хоче. Я королева ночи сегодня точно. Поза вече я больше не заслачу. Ты теперь свободна. Делай что угодно. Прощай. Сейчас ситуация. В нас в селе недавно открыли перший барбершоп. А это у вас барбершоп? Да. А у вас тут наливают? Конечно. Слава Богу, потому что там генделеку переучет. Только все, надо еще постригтись. Это обязательно. О, блин. Ну да, надо что-то начать, правильно? А ладно, давайте. Сколько стоит стрижка? 300 гривен. 300 гривен? Что? Ты доллар бачил? Николи в жизни. И я не бачу. Я тебе больше скажу. Я и 300 гривен никого не бачу. Так, давай, я дам тебе трохи цели. Чуете? А наше метко повністю укриваете. Это, чтобы ты кровью не заляпался. Шуткую. Все равно заляпаешься. Так. Ну, давай трошки. Ай! Болит, да? Ну, побалю, я знаю, тебе. Ай! Не щипаю? Пощипаю, я дам тебе. Ай! Ай, ладно, блин. Хай там будет эта родинка. Алло. Да, я стрих. Что, спасли? Серьезно? И в ухо пришили. Да, понял. Так, вали звезды. Чого это? Сейчас людину привезут, надо стрихти, вали, говорю. И еще не. Если вам это осталось. Если я не нацелёжу. АПЛОДИСМЕНТЫ Это... Знаете, я себе так думаю, что в этом сезоне мы станем чемпионами. Чекай, чекай, что это мы? А кто, если не мы? Днепр. Ну, такое что-то, знаете. Что такое, чтобы ляпнуть, знаете, такое просто... Моя провинция, спасибо! Моя провинция, команда Винческой области, души добра. Оля, ты видела, как надо? Можно журить 30 секунд, будь ласка. Время пошло. Время идет. Время идет, время идет, время идет. Уважаемый член жюри. Остальные секунды. Так, следующий на финал. И следующий на финал. Режим ожиданий. Супер выступление, молодцы. Дякуймо. Дорогие друзья, и завершает под ваши аплодисменты наш конкурсный отбор. Сегодня совершенно новая версия команды достаточно известной. Ну, такого апгрейда, я думаю, что никто не ожидает. Так что ваши облыски. Отдыхаем вместе! Отдыхаем вместе, уже третий сезон не может выиграть Лигу смеха. И мы знаем причину. Это через то, что эти двои вечно говорят весь текст. И пока они переодягаются, мы вам покажем, что такое настоящий хмельницкий гумор. Случай на баре. О, привет, подружка. Привет, подружка моя. Муах, муах, муах. Дякую. О, Боже, что это тебе такое красивое на шеи? Это котячий око. Человек подарил? Нет, кот вздох. Что-то не то, да? Да, да. Может, давай так, как раньше? Давай. Только давай попросим пацанов хотя бы спонсора объявить. Давай, хоть биле Зеленского постоямо. Ну да. Да, уже несколько лет назад нашим партнером є компанія «Спектр Агро». Ексклюзивный импортер микродобрив «Спектрум» в Украине. Смотри, у нас для тебя есть подарок? Микродобрив «Спектрум» – это для нашей украинской земли. Чтобы там росло красивое зерно и взошли красивые огурки. Зеленые, зеленые, как твои очи, Вовка. Мои зеленые очи. Если б были други, шутка бы не зайшла. Я понимаю. Начинаем! Поехали! Команда отдыхает вместе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что молчишь? Вроде то же самое, но из другого теста отдыхаем в тесте. Добрый вечер! Добрый вечер? Какие-то очень кардинальные изменения, Саша. Ну так стараюсь, Андрей. А я не Андрей. Я танцующий робот, я кого забули смазать. Моцно? Кто сказал моцно? Что же ты сказал? А, я понял. Вот так шутить не надо. Лучше дома впереди. Мама будет рада. Лучше дома впереди. Классный насталец, да, Андрей? А я не Андрей. Господи, кто ты? Батя крутил. А как ты узнал? Боже, я батя крутил. Крутил. А я не хочу. Но я, клянусь, я этого не хотел. Крутил, 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 крутил. Крутил. Я не знаю, что там вообще за юбор, я вообще не понимаю! Вы адекватны, я вообще или нет? Ты чего орешь из моего микрофона? Я микрофон, мужик! Спасибо! Короче, Шушвалок, у меня конкретная задача — по-хи-хи, по-хо-ха и по-хо-хо! Они вообще не выполняются, потому что вы показываете дебильный абсурд! Его люди обычно не хавают, я-то знаю, поверь! И вообще, чего вы вырядились, как будто вы секонд-хенд бомбанули, а? Кто сам ты секонд-хенд? Вот это импровизация, коллега! Новый сезон? Так мы уже отметим! Танец победителей! Погнали! Так, так! Отставить танец победителей! Вы что творите? Стоять! Вы что еще шмаки устроили вообще, а? А что вы напялитесь вообще? Опа! Слушай, а что у тебя такие маленькие глаза, а? Что у тебя такие маленькие? Ты что, скриптонит? Или ты плюшевый? Или ты лиса? Ты Джеки Чалка? Кто ты такой вообще? Я не понимаю, а? Что ты на меня смотришь, а? Да нормально в нем глаза! Нормально! Не мешай нам! А, мужик! А ну не мешай нам навалить! Слышь, дядь, а что ты орешь? Возьми микрофон, тут у всех есть! Че ты с микрофоном ходишь? Что думаешь, внезапно свадьбу провести или что, а? Слышь, мужик! А ну-ка, че ты мешаешь команде? Ну не ори на их выступлениях! Заткнись, пожалуйста! Слышь, а ты кто такой, чтоб мне рот затыкать, швабра, а? Ты лучше убери эту грязь хмельницкую со сцены своей макитрой! Грязь? Да как ты отзываешься о легендах юмора, а? Ну решили ребята поэкспериментировать! Ну попробовать себя в абсурде! Ничего, ребята, перерастете! Со всеми было, все в порядке! Нормально! Вы просто вспомните свои гениальные образы Оксана и Андрей! А я... Не, Андрей! Закрый рот, пожалуйста! Продолжайте, пожалуйста! Спасибо! Александр Николаевич, вам же Бог подарил такой великолепный талант! Имитация соловья! Ой, а как вы филигранно играли бабку! Опа-на! Это Шарамыга еще и бабку играла, да? Не-е-е! Ну это вершина! Это Чаплин! Снимай шляпу! Да поймите, мы просто хотели удивлять! Удивлять? А вы думаете, мы не удивлялись, когда вы показывали случай или миниатюру, а? Вы чего? Вы задумаетесь, вы такие говорите, случай! А мы такие, хм, где? И вы такие, в подъезде! А мы такие, хорош! Только там был сегодня утром! Ничего себе! Что ж чертяки придумали такого в этот раз, а? Ты посмотри на них! Ребята! Нужно оставаться самими собой! Все верно, сутулые собаки! Нужно оставаться самими собой за кулисами! Проваливайте! Есть же нормальные команды! Где Винницкий? Открывайте клетку! Как бы хватит выступать, а? Так, все-все, хорошо, мы поняли! Поняли! У нас в команде пришло время для сексуального взгляда на... Сокомандника! Что?! Что?! Такой сексуальный взгляд! Дай микрофон! Мужики, вы чё, это лиха смеха, а? Это же храм искусства! А если б в зале были дети, а? Фу! Это просто смешно! Кому-то смешно, а кому-то фу, рыбак! Срамота! Стыд и позор! Фу! Пойдем отсюда, дорогая! Фу! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я надел костюм, выучил танец. Где яма? Господи! Да все ямы осталось на трассе Киев-Одесса, понял? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отдыхаем вместе! Возвращаются! Старые добрые! Отдыхаем вместе! Наклёвывайте! Молодцы ребята! Правильной дорогой идёте! Молодцы! Да-да-да, брекки! Правильной дорогой идёте за кулис и пешком свой Хмельницкий! Удачи! Сейчас левая дорога! Сейчас ты, мужик, пешком пойдёшь! Так, а ну, запидем! Так, а ну, запидем! А ну, маленький девушек, мужик! А ну, давайте все вместе! Отдыхаем вместе! Отдыхаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Как божественно! Отец рассказывал мне об этом! Да это же лучше, чем секс! Так, а ну, закрыл свой клюв, зяблик! Какое божественно! А ещё бензинов все обнюхались, а? Это просто взрослый мужлан свистит! Найди работу! Челгачкук, блин! Ну, в смысле просто мужик свистит? Цей мой внутренний голос! Цей настоящее я! Я прям чувствую, как возвращается, отдыхаем вместе! Я прям чувствую цей мостный камбэк! Да, Андрей? А я... Андрей! Ты же Андрюха! Александр Николаевич! Ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ Для вас выступала команда «Отдыхаем вместе»! Как-то кажуть больше вопросов! И ещё больше вопросов! Теперь без обид! Теперь всё стало понятно! Вы стали командой! Получается, вы команда из народа, да? Для народа, да? О, видишь, швабра! Мы дополняем друг друга! Ай, так ну тебе! Включайся! Ты и я, молоденький, разный год! Я в родилке! Ты и я! А ты и я! Ты и я! Ты и я! Молоденький, разный год! Я в родилке! Ну что, ребята, тем не менее, время включаем? Или уже определились? Да подожди, а чё... Да подожди ты, господи! А чё ты орёшь на меня, а? А ты-то чё орёшь? Чё ты орёшь на Вову? Алё, мужик! Какого Вову? Да всё нормально, швабра, я не обижаюсь! Уважение! Уважение! Отключите микрофон! Это же... Это Воробушка! Не отключай электорат, родной! Родной электорат! Итак, ребятки! Четыре тренера встали, ребятам, надо подумать! А чё Могилевская не встала? Как бы завелась, но не встала, да? Подожди, как не будет! О, встала! Берите Наташу! Берите Наташу, конечно! Ну что, парни? Станислав Макланов! Станислав Макланов! Станислав Владимирович! Ура! Они вместе в новом формате! Парни, спасибо зрителям с микрофонами! Витаемо! И никуда не уходим! Хлопчики, битмаши облочки! Запрошиваем на сцену! Все команды! Все команды! Нашего фестиваля! Двух частей! И так! Ну, во-первых, мы поздравляем тех тренеров, которые укомплектованы! Станислав Владимирович Баклан! ветераны космических войск и отдыхаем вместе серьезная будет рубилова в этом сезоне также поздравляем олю полякову как по маслу азербайджан и пошло поехало дальше у нас гарик бирте тоже я таки знала хайфа и 30 плюс житомер и вот у нас четыре не определились ну что ребята у юры есть наш формат правильно я говорю да камень из подельский и я хочу взять еще одну украину молну команду моя провинция я хочу мульти армян мульти армян сборная кременчуга и мульти армян так дальше у нас еще был такой человек сергей андреевич сивоха та-та-та-там серьезный шаг остается спросить у джокера это главная интрига потому что лена выбирает по сути совершенно для другого тренера две команды одна команда это днепр да она выбрана и не понравились фазерс очень фазерс ты выбираешь а или и подожди еще не потеряла на дети или мелитополь или мелитополь ты решай пожалуйста зал помогите мне пожалуйста смотрите сейчас одну секундочку смотрите следующий раз в этом кресле буду не я будет может быть кто угодно просто поймите что этой команде нужно будет каждый раз подстраиваться под нового тренера и у одной команды наверное это получится лучше поздравляем дорогие друзья все 14 команд поздравляем это была вторая часть нашего фестиваль спасибо большое дорогие друзья мы с вами прощаемся увидимся ровно через неделю прямо сейчас не переключайтесь продолжение нового сезона игры приколов будет весело и там все наши лица любимые замечательные а главное смешные молодые мы вас целуем спасибо что вы с нами